Вести Карачаева, Черкесия В Черкесске пройдет ремонт тротуаров. Они будут обустроены плиткой и асфальтобетонным покрытием. И на курорте Архиз состоится фестиваль по горным лыжам Кубок Архиза Мастерс. Далее подробно об этих темах и не только. Субтитры предоставил DimaTorzok Итоги года в сельскохозяйственной сфере обсудили в правительстве республики. Создалась встреча премьер-министра Карачаевича Мурата Аргунова с руководителем Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Виталием Мартыновченко. Стороны обсудили итоги 2022 года в сельскохозяйственной сфере. Отмечено, что в прошлом году в регионе намолочено более 408 тысяч тонн зерна, собрано 22 тысячи тонн картофеля и 209 тысяч тонн свеклы. Кроме того, коснулись темы осуществления на территории региона мероприятий по государственному ветеринарному контролю и надзору. Так, в 2022 году в Крача-Чехесе было проведено порядка 79 контрольно-надзорных мероприятий, а также 249 профилактических. Для обеспечения эпизоотического благополучия и совершенствования систем ветеринарной безопасности на территории республики разработана дорожная карта. В региональном министерстве по делам молодежи прошла пресс-конференция по вопросам реализации программы комплексного развития молодежной политики на 2023 год. Она объединяет несколько направлений, включая работу по патриотическому воспитанию молодежи, а также по развитию добровольчества и содействию карьерному росту. Информацию комментирует министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Хотелось бы начать с того, что Министерство по делам молодежи Крачаева-Черкесии разработало программу комплексного развития молодежной политики на 2023 год. Со своей стороны всемирную поддержку в реализации данных инициатив оказывает глава Карачаева-Черкесской республики. В республике уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями остается высоким. Среди взрослого населения Карачаево-Черкесии от 15 лет и старше эпидемический порог заболеваемости превышен на 12%. По итогам прошлой недели зарегистрировано 1227 случаев заболевания ОРВИ. Среди совокупного населения республики прирост составил 23%. Положительный прирост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, за исключением детей до 2 лет. Наибольший уровень прироста в возрастной группе взрослого населения на 41%. На прошлой неделе было выполнено 480 исследований от 27 больных, в ходе которых выделены 7 штаммов вируса гриппа группы АН1Н1. Всего за текущий 5 сезон выделено 76 штаммов вируса гриппа. Все лабораторно подтвержденные случаи заболевания гриппом произошли среди непривитых граждан. За 2022 год судебными приставами-исполнителями подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачао-Чекесе окончено и прекращено более 1500 исполнительных производств о взыскании алиментов, что на 291 исполнительное производство больше, чем в позапрошлом году. Тему продолжит заместитель руководителя ведомства Виталий Анциферов. Взысканная сумма задолженности по алиментам составила более 131 миллиона рублей. По состоянию начала текущего года на исполнении находилось 1405 исполнительных производств о взыскании алиментов. Это на 65 исполнительных производств меньше, чем по состоянию начала 2022 года. По данным исполнительным производствам судебными приставами-исполнителями в отношении должников применяется весь комплекс мер принудительного исполнения, предусмотренный действующим законодательством. В 2022 году в Карачао-Чекесе увеличилось количество пользователей газом. Об этом сообщил советник генерального директора общества «Газпром Межрегионгаз Черкесск» Сергей Остриков. В 2022 году «Газпром Межрегионгаз Черкесск» увеличил абонентскую базу на 1107 потребителей среди физических лиц, а также начал поставки газа для 141 юридического лица. Впервые начали получать газ важные социальные объекты. Это новая центральная и районная поликлиника в городе Карачаевск, ясли сады «Насып» в ауле «Сарытюз» и теремок в городе Усть-Джигута, средняя общеобразовательная школа в ауле «Гирильдиук» Усть-Джигутинского района, здание бюро медико-социальной экспертизы в Черкесске, физкультурно-оздоровительный комплекс «Сосрука» в ауле «Хабес». Обеспечена газом главная соборная мечеть Карачаево-Черкесии, открытие которой состоялось в декабре прошлого года. Кроме того, на газ переведены две котельные в городе Тиберда. Введены в эксплуатацию две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции. В этом году Черкесск станет еще более удобным для пешеходов. В городе пройдет ремонт тротуаров, они будут обустроены плиткой и асфальтобетонным покрытием. В частности, в скором времени в республиканской столице начнется укладка асфальтового покрытия на 30 участках общей протяженностью около 17 километров. Плитка появится на проспекте Ленина от Комсомольской до Кавказской, Кавказской от Красноармейской до Гагарина, Калантаевского от Умара-Алиева до Ворошилова и в переулке Союзном. Много работы также планируется провести по улице Парковой от Даватора до площади Петрусевича. Весь список запланированных к ремонту пешеходных зон сформирован по обращениям горожан. Средства на эти цели из Дорожного фонда Карачао-Чекеси выделены решением руководства республики. Напомним, в прошлом году плиткой выложили около 25 тысяч квадратных метров тротуаров. По требованию прокурора республики суд приостановил эксплуатацию гостиницы Андересен в Домбай. О причинах такого решения Елена Дармаграева, старший помощник прокурора Карачао-Чекеси. Прокуратура города Карачаевска провела проверку соблюдения земельного законодательства. В ходе проверки выявлены нарушения при строительстве и эксплуатации гостиницы Андересен в поселке Домбай. Нарушения были связаны с техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений. Также здание гостиницы не отвечало требованиям строительных правил, в связи с чем создавалась угроза причинения вреда жизни и здоровью людей. С целью устранения нарушений закона прокурор обратился с иском в суд к собственнику гостиницы о приостановлении ее эксплуатации. Карачаевским городским судом вынесено решение об удовлетворении иска прокурора. Суд описал собственника приостановить эксплуатацию здания гостиницы Андересен до полного устранения нарушений законодательства. В преддверии посевной кампании 2023 года Северокавказское межоригинальное управление Россельхознадзора напоминает сельхозпредприятиям Карачаев-Черкесии о требованиях законодательства в области земельного надзора и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Информацию комментирует государственный инспектор управления Роман Седых. В соседнем с республикой Ставропольском крае фиксируются случаи массовой гибели диких животных на полях. Установлена прямая связь гибели животных с размещением приманочного материала для мышевидных грызунов. Фермеры размещали протравленные зерна на поверхности участков, что привело к экологической катастрофе. Приманочный материал необходимо размещать непосредственно в норах грызунов, это исключает его поедание нецелевыми видами животных. Также Управление Росельхознадзора обращает внимание, что к применению допустимы только те пестициды, которые входят в утвержденный Министерством сельского хозяйства государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. Отделением Социального фонда России по Карачао-Чекесе на сегодняшний день оформлено 30 электронных сертификатов на технические средства реабилитации на общую сумму свыше 660 тысяч рублей. В электронном каталоге технических средств реабилитации представлено свыше 6700 изделий реабилитации, а также 609 организаций поставщиков и производителей средств реабилитации. В нем можно узнать стоимость тех средств, уточнить их производителей, а также адреса магазинов, принимающих к оплате электронные сертификаты. Началась весенняя сессия онлайн занятий по финансовой грамотности для старшего поколения Карачао-Черкесии. В новом сезоне люди старшего поколения узнают много полезной информации, в частности, как распознать самые актуальные схемы, используемые мошенниками, как правильно сориентироваться в разнообразии финансовых и банковских продуктов, а также как грамотно спланировать свой бюджет. Найти многие другие вопросы ответят лекторы Банка России в прямом эфире. Такие уроки помогут старшему поколению чувствовать себя увереннее в различных ситуациях, связанных с финансами. Весенняя сессия продлится до 21 апреля. Жители Карачао-Черкесии могут стать участниками национальной премии в области туризма «Маршрут построен». Целью конкурса является формирование интереса у граждан страны к изучению России, своей малой родины, к внутреннему туризму и воспитание патриотических чувств в молодежной среде. Призовой фонд 100 сертификатов на поездку по программе «Больше чем путешествия». Организаторами выступает Федеральное агентство по делам молодежи совместно с автономной некоммерческой организацией «Больше чем путешествия». 11 февраля гостей Архиза ждет настоящий праздник музыки и спорта – традиционный фестиваль «Музыка в горах», который курорт принимает с 2013 года. Подробности сообщила ведущая специалист управления по связям с общественностью компании «Кавказ-РФ» Марьяна Белая. В эту субботу на курорте Архиз будет по-настоящему музыкально-спортивно. У нас пройдет ежегодный фестиваль «Музыка в горах» от радио «Энерджи Пятигорск». Это наш давний партнер. Фестиваль они проводят с 2013 года. И пока нет даже мысли менять локацию, потому что, как сказал организатор, Архиз – это лучшее место на Северном Кавказе для таких фестивалей. И мы, конечно, поддерживаем. С 9 утра и до вечера на главной сцене курорта в поселке Туристическом Романтик наших гостей ждут эксклюзивные сеты от диджеев, танцы и конкурсы с призами. Будет весело, энергично, спортивно, музыкально. Ждем всех провести яркий выходной на Архизе. 9 февраля в Архизе пройдет фестиваль по горным лыжам «Кубок Архиза Мастерс». В открытых любительских соревнованиях примут участие все желающие из разных регионов страны. Мероприятие проводится для предоставления инструкторам возможности улучшить свои показатели в классификации, претендуя на звание лучшего российского спортсмена-горнолыжника. Гонки пройдут на трассе курорта номер 9 «Красный карлик». В эти дни во дворце спорта «Юбилейный Черкеска» проходит чемпионат и первенство северокавказского и южного федеральных округов по тайскому боксу. В состязаниях принимают участие спортсмены разных возрастных категорий от 12 до 40 лет. Юные футболисты Республиканского центра заняли первое место в зимнем турнире на призы детского футбольного клуба «Динамчики» среди ребят 2016 года рождения. Первое место досталось команде Академия футбола «Черкеска», второе спортсменок команды «Динамчики» из Таврополя и третью ступень «Педестала» заняли футболисты «Кэс» Невиномыска. Лучшим игроком турнира стал Аляс Кишмахов, а лучшим игроком команды – Шамиль Татаркулов. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода По данным оригинальных синоптиков, завтра по Республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 4 до 9 градусов мороза. На дорогах Гололедица местами снежные заносы. В Черкесе днем без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра опустится до отметки минус 8 и на дорогах Гололедица. Таковы наиболее заметные события Республики новостной блок провела Рита Нерова. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33, обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия.